Я не знаю, о чем ты говорил с ним. Ассаляму алейкум. У алейкум. Как состоялся ваш разговор? Я просто увидел его и просто подумал, что мусульмане и буддисты жили бок о бок сотни лет. И мне кажется, что у Нью-Йорка может быть плохая репутация для мусульман. Ладно. Из-за многих причин. Так что приятно видеть, как он старается. Безусловно. Я встретил несколько друзей и... Несомненно. Ты был буддистом всю свою жизнь или ты стал буддистом? Нет, я стал буддистом в лет 19-20. Хорошо. Здесь, в Штатах? Нет, в Индии. Ты гражданин США, верно? Ты родился здесь и потом переехал туда. На самом деле, я родился в Чиле. Хорошо. Но я вырос в Нью-Йорке и из-за этого оказался в самом большом треугольнике на Земле. И ты переехал туда по этой конкретной причине, верно? Да, я переехал туда, чтобы изучать буддизм. Позволь мне задать немного любопытный вопрос. Когда ты учился в Индии, ты встречал людей, у которых был сверхъестественный опыт? Или больше негативный, сверхъестественный опыт? Я имею в виду страшный опыт, когда они пришли к монаху, а потом хотели, например, поговорить. В Индии? Да, это происходит каждый день. Это происходит каждый день, и хорошо. И почему ты думаешь, что так происходит? Это просто вопрос, который у меня есть к тебе. Потому что у меня есть объяснение этому, но я бы хотел узнать у тебя, почему ты думаешь, что это так? Ты хочешь культурное объяснение или религиозное объяснение? Я хочу узнать то, во что ты веришь. Ну, я имею в виду, я начну снаружи. Индийская культура очень красивая. Индуизм – это как бы ошибочный термин. Правильнее это будет назвать деизм. Поэтому, во что бы они не были больше всего вовлечены, они делают это своим богом. Хорошо, это правда. И вот как они взаимодействуют с этим. Поэтому, если они чувствуют, что застряли в каком-то месте в жизни, они делают это своим богом и находят способ пройти через это. Ладно. Это замечательно. Хорошо. Поэтому они не стесняются, о, этот опыт был странным. И что? Ладно. Они не отвергают вещи, которые кажутся странными. Каково объяснение этого явления? Объяснение? Трудно сказать. Как они это определяют? Что это было за сверхъестественное явление? Скорее, никто не сомневался, что это произошло. Ладно. Но что касается того, что это за явление, я не знаю. Может быть, это может быть то. Люди называют это по-разному. И все люди клянутся или что-то в этом роде. Ладно. Может, это джинн. Ладно, отлично. Я имею в виду, что есть что-то вроде этого. Мы бы сказали, например. Я имею в виду в зависимости от культуры. Потому что некоторые культуры говорят, что это положительно. Некоторые культуры говорят, что это негативно. Нет, я имею в виду, что сам человек был напуган, испуган. Или испытал эмоциональный стресс. Да, парализовался или что-то в этом роде. Точно. Да. Так что мы бы сказали, например, как мусульмане, что это джинны. Хорошо? И мы бы сказали, что причина, по которой мы думаем, что это джинн, в том, что многие акты медитации, особенно в буддизме и индуизме, они являются формой поклонения. Мы считаем, что акты медитации являются актами поклонения. Поведение, структура и позы также являются актами поклонения. И мы говорим, что они не обязательно направлены на Бога, как мы бы назвали Бога в этом случае. Но они в конечном итоге рождаются такими. Нет-нет. Так что, когда они переживают эти опыты, в конечном итоге эти джинны начинают влиять на них сильнее. Потому что они отдаляются от Бога, они дальше от Бога. Они совершают ширк, который бы ты назвал связью с Богом, что, по сути, является высшим грехом, что делает их более подверженными, я бы сказал, для опыта джинов. Да, это похоже на это. Но для нас это немного другой контекст. Они сказали бы, что люди, которые практикуют, например, тантрические практики, они ошибочно воображают себя теми, кто понимает, как всё это происходит. И причина в том, что у них нет идеологии. Эти люди ошибочно думают, что должно быть как на картинке. Да. Они не делают того, что следует. Да. Они оставили это в стороне. Поэтому это не даёт им инструмент и делает препятствием для таких людей. Да, в тексте говорится, что они принимают меня за этих злых духов, которые были пойманы в эти формы. Это становится как... Да, так что я имею в виду, мы бы сказали, что это опыт тех людей, которые сделали именно это. Хорошо. Которые таким образом неправильно использовали своё видение, которые приняли таким образом. В конечном итоге они оказываются в ловушке этих состояний и как бы связаны с этой силой. Да, конечно. Так что нет проблем. Хорошо. Позволь мне теперь задать другой вопрос. Ты веришь в Бога? Или какого типа ты буддист? Потому что есть буддисты, которые верят в центр сознания, верно? Это то, во что ты веришь? Я хочу понять, ты буддист какого типа? Я исхожу из того места, где я должен сомневаться в сознании. Ты сомневаешься в сознании? Если я говорю, что я просто верю, это значит, что я призываю его к... Хорошо. Так что я говорил, по сути, медитация для буддизма означает экспансивность. Поэтому какую бы ценность я ей не придавал, ты ничего не исключаешь. Хорошо. Так что скажем, ты будешь фанатиком, и ты говоришь, я ненавижу всех одинаково. То есть ты становишься единым с этим. Нет, это расширяется во всё. Хорошо. Так что если ты собираешься не верить, ты просто... Ты не веришь во всё. Ты одинаково не веришь во всё. Так что ты не можешь сказать, что я не верю тебе из-за чего-то. Хорошо. Потому что тем самым я придерживаюсь стороны. Но я не хочу придерживаться сторон. Так что буддисты однозначно не занимают неправильную позицию. Но конкретно ты, ты выбрал неверие во всё, или ты впадаешь в противоречие? Нет, в этом-то и дело. Буддисты однозначно не занимают неправильную позицию. Если ты говоришь, что это противоречие, что я это поддерживаю. Если ты говоришь, что это и есть моя позиция, это будет твоя позиция. Хорошо. Нет-нет, я задаю вопрос. Если я говорю, что у меня нет позиции, но ты говоришь, что это позиция. Нет-нет, но как это получается моя позиция? Если я скажу, что у меня нет позиции, и ты настоишься, что это позиция, тогда ты утверждаешь, что у меня нет позиции. Да, именно так. Но это то, что я говорю. Так что это самоопровергающий аргумент. Вот что я говорю. Точно. Так что, если мне придётся это принять, моё неверие в Бога будет из-за этого, а не потому, что я верю другим. Хорошо. Это было бы только из-за моего неверия во всё. Ты существуешь? Ты существуешь? У меня такие же сомнения по этому поводу. Скажем, равные сомнения по этому поводу. Равные сомнения по этому поводу? Не больше, не меньше. Так же в отношении Бога. Хорошо. Я точно уверен. Так что твоя позиция по Богу такая же, как позиция по твоему существованию. Точно. Хорошо. Так что бы ты прямо сейчас сказал своему уме? Ты живёшь так, как будто ты существуешь или ты не существуешь. Я говорю «живёшь как». Так что я говорю о действиях. Не обязательно вера. Почему ты живёшь так, как будто ты существуешь, когда тебя нет? Потому что я испытываю это напрямую. Как ты испытываешь это, когда тебя нет? Потому что я испытываю это напрямую. Я думаю, это правда. Хорошо. Поскольку я могу думать о философии, я думаю, что это может быть неправдой. Но ты понимаешь, что я говорю? Если ты говоришь, что ты испытываешь, что ты существуешь, Как ты можешь испытывать, когда ты не существуешь? Нет-нет, я говорю, что мне кажется, что я существую. Так что я на этом. Потому что я не хочу ходить и думать так, я просто принимаю это. Так что я существую таким образом. Но поскольку ты просишь меня пройтись по мелочам, когда я действительно дохожу до этого, у меня действительно происходит это. Каждый раз, когда я начинаю верить в это, я улавливаю эту мысль. И я говорю себе, неужели я действительно существую? Ладно. Если ты называешь это неверием, тогда да, я не верю. Если ты называешь это верой, тогда да, я верю. Так что, ты живёшь, как будто ты существуешь, но ты веришь, что ты не существуешь. Для меня это означает, я живу, как будто я существую, пока это полезно. Пока это полезно. Но это консеквенциалистский подход. Если ты не существуешь, ты не можешь. Точно, точно, точно. Если ты не существуешь, как ты живёшь так, как будто ты существуешь? Ты видишь Бога как консеквенциалиста? Нет. О, ладно. Нет, даже мораль. Мы не принимаем её как консеквенциалистскую вещь. Но мы верим, что Бог действительно существует. Хорошо, хорошо, хорошо. Да, Бог действительно существует. Сущность, которая существует, которая отделена от этого мира, в котором мы живем, которая создала все, которая привела это к жизни, которая дает руководство творению, которая забирает жизнь у людей и которая посылает ему откровения и пророков и посланников. Хорошо? Поэтому мы верим, что Иисус, Моисей, Ной и Авраам — это посланники, назначенные Богом. Да, они общаются с Богом, который действительно является существующей сущностью, а не сознанием. И мы верим, что у людей есть сознание, но на более низком уровне. У нас есть разные уровни сознания, хорошо? Мы верим, что сознание дано Богом. У каждого есть душа, которую некоторые люди называют сознанием. У людей разные уровни интеллекта и так далее. Хорошо? Да-да. Так что, в принципе, не все одинаковы. Абсолютно нет. Итак, это исландская позиция. Но когда я смотрю на буддизм, по сути, я скажу это со всем уважением, хорошо? Нет-нет, пожалуйста, пожалуйста. Это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы ты сказал от всего сердца. Всякий раз, когда я встречаю буддистов, я чувствую, что они не знают, во что верят. Я чувствую то же самое, когда встречаю буддистов, хорошо? Так что я чувствую, что это означает, что они в некотором роде заблудились. Заблудшие просто означают, что они не нашли руководства, хорошо? Это не обязательно всегда имеет негативный оттенок, хорошо? Поэтому мы говорим, что именно по этой причине Бог посылает пророков и посланников. Потому что работа этих пророков и посланников направляет тебя. Коран называется руководством. Так что, когда ты чувствуешь себя заблудшим, руководство приходит к тебе по этой причине, хорошо? Это чтобы показать тебе и заставить тебя принять твердые решения. Но то, что произошло с буддизмом, они слишком увлеклись философией. В конечном итоге они просто спорят друг с другом. Или слишком мало философии. Некоторые из них не знают, как думать. Точно. Это либо слишком много, либо слишком мало. И в конечном итоге они путаются. Говоря, что они не знают, какая у них позиция. Но когда что-то приходит от Бога, и это сущность, которая действительно имеет атрибуты как мудрость и сознание. И он определяет определенные вещи. И тогда это объективно верно и объективно морально. Это означает, что нет такого. Что я не знаю, может быть, может нет. Нет. На самом деле, все ясно. Это как все создано или сделано верно. Точно так же мы знаем, что это здание существует здесь. Если ты примешь, что ты существуешь и все такое. Я имею в виду, что причина говорить, что этого может и не быть в том, что эта вещь существует, потому что мой разум видит его. Я знаю твою позицию. Но если мой разум тронут, эта вещь не существует верно? Нет, существует. Пока я не узнаю, что мой разум в порядке, я не могу узнать, что оно существует верно. Я даже не знаю, вижу ли я его, пока я не узнаю, что мой мозг существует. Но это другое. Да, вот в чём я не согласен. Восприятие и объективная реальность — это две разные вещи. Ты говоришь, что если я не воспринимаю, то этого не существует. Я скажу, нет, это неверно. Нет, я говорю, я не думаю, что оно существует вне моего восприятия. Нет-нет, но я говорю, независимо от того, существуешь ты или нет, например, до того, как ты родился. Я говорю, что это субъективность поверх субъективности. В этом я не согласен с тобой. Объективность есть субъективность. Я говорю, что объективность — субъективность для группы. Понимаешь, что я имею в виду? Я знаю, что ты говоришь, но я говорю, что я не согласен с этой концепцией. Я говорю, что если бы не было людей, Вселенная всё ещё бы существовала. Что? Вселенная всё ещё бы была. Можешь объяснить? Вселенная. Ты знаешь, что такое Вселенная? Да-да. То есть были звёзды, планеты, галактики, тёмная материя, тёмная энергия. Какие бы термины ты не использовал, верно? Эти вещи всё ещё бы существовали. Потому что у людей есть отправная точка. Мы не жили вечно. Мы не были всегда здесь. И если это так, то без каких-либо субъективных переживаний они бы всё ещё существовали. Это существование объективно существует независимо от личного опыта. Вот что я пытаюсь сказать. Независимо от субъективного опыта. Так что не всё субъективно. Есть объективная и субъективная реальность. И мы говорим, что Бог — это объективная реальность, которая существовала задолго до людей. И именно Он привёл людей в существование. Так что я бы действительно посоветовал тебе. Я думаю, ты не читал Коран раньше. Верно? У меня на самом деле есть запись Корана со старшей школы. У меня есть хороший CD-диск. Хорошо. Это интересно. Это очень прекрасно слушать. Я имею в виду, всякий раз, когда ты слушаешь его, твое сердце откликается. Хорошо. Интересно. Ты слушаешь Коран на арабском? Да-да. Но я могу дать тебе перевод, чтобы ты действительно понял. Это было записано во время хаджа. Это было прекрасно. Парень начинает плакать посреди зала. Интересно. Хорошо. Так что я дам тебе английский перевод, в котором ты действительно можешь понять, что там говорится. Ты можешь слушать запись ещё больше, которая у тебя есть. Вероятно, она прекрасная. И ты фактически можешь прочитать то, чему Коран на самом деле учит и говорит. И ты увидишь, что он говорит тебе, что нет никаких сомнений относительно этой книги. Нет никакой путаницы. Это руководство для человечества. Я действительно запоздал с тем, чтобы прочитать всю книгу. Я читал часть, но никогда не читал весь Коран. Так что я подарю его тебе. И если у тебя будут какие-либо вопросы, ты знаешь, где я. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Подписывайтесь на наш бустер. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншаллах, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. До всего. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.